всем доброе утро я уже в украине собственно говоря вы уже об этом знаете ну и хотелось бы с вами сделала себе кофеек и хотелось бы с вами немножечко просто поболтать и так начнем с того как мы добирались добирались мы сложно большим автобусом у нас была пересадка во львове ну в общем то подустали мы немножечко ну и когда мы приехали к себе домой я уже называю ирпень своим домом кто не знает я сама из харькова всю жизнь прожила в харькове и в двадцать втором году мы были вынуждены уехать ну понятно по каким причинам мы уехали мы уезжали дважды один раз мы уехали сразу как только началась война через неделю это было 8 марта потом мы в мае вернулись и через три недели опять были вынуждены уехать из харькова бросили свой дом бросили все и переехали сюда живем в арбине но это предыстория это по поводу того что многие не понимали кто я откуда я да я из украины я коренная харьковчанка приехали мы в ирпень и что и в ирпене началось бомбежки взрывы воздушные тревоги и днем и ночью и самое такое которое нас просто убила на повал это отключение света один раз у нас не было света 34 часа подряд да у нас тут есть какие-то гаджеты которыми мы заправка заряжаем свои телефоны у нас этот аккумулятор стоит мы заряжаем свои значит телефоны под заряжаем немножечко холодильник но 34 часа сами понимаете ничто не выдержало продукты которые были в морозильнике еще более-менее сохранились а те которые были в холодильнике кое-что пропало ну ладно как я говорю это все ерунда главное что живым ну и конечно же мы уже в ирпене дней 10 как мы приехали видео выходят и выходят о литве и вот уже последние видео вышли и у меня вы знаете о литве сложилось такое впечатление более чем приятное мне очень понравились люди мне очень понравилась вообще вся страна и настолько у меня теплые воспоминания об этой стране что я даже не ожидала что вот так вот может быть когда-то мы со славочкой летали в таиланд и это было в 2008 году мы там пробыли ровно две недели у нас такой был тур сейчас по моему так вот по турам делают чуть поменьше у нас ровно две недели мы были в таиланде и плюс два дня у нас была дорога у нас получился весь вся это путешествие 16 дней так вот когда мы были в таиланде мы там вот как я в литве каждый день что-то снимала что-то где-то мы ходили мы мы практически все время были в каком-то таком на подъеме мы постоянно где-то что-то ходили мы уставали очень но все равно ходили смотрели интересовались нам все нравится то же самое было тогда в таиланде было очень много видео мы тогда еще снимали у меня не было ютуба мы тогда снимали на камеру и у нас были такие в камере кассетки потом мы приехали их переписали на диск в общем там что-то получилось что-то не получилось у меня по-моему на ютубе по-моему одно или два видео я сумела как-то их поставить и в общем ну кому интересно можете посмотреть но я хочу сказать что вот по сегодняшний день мы вас там наши воспоминания о таиланде это незабываемые мы постоянно вспоминаем не часто даже снится этот таиланд и я с удовольствием бы еще поехала ну сами понимаете сейчас немножечко не до этого и вот мне кажется что будет то же самое и с воспоминанием о литве настолько мне все понравилось настолько я вся прямо я никогда не думала что мне так понравится море в общем даже у меня в мыслях такого не было почему-то всегда считала что море должно быть теплым приятным но это море она не обыкновенная она она манит своей прохладой и когда ты окунаешь сюда ножки и тебя обдает холодной водой и тут же ты привыкаешь ты получаешь такое наслаждение это необыкновенно я очень благодарна всем кто на меня подписался в эту поездку у меня появились много подписчиков и много просто зрителей которые меня смотрели очень благодарна всем кто писали нам комментарии очень благодарна и по сей день благодарна комментарии разные и тем не менее огромное всем спасибо что вы пишете где-то кто-то возмущается в чем-то это кто-то поправляет кто-то объясняет за все за все благодарна но по поводу нашей поездки как поездка конечно получилась такая сумбурная бурная все как я говорю голопом по европам ну что успели то посмотрели кое-что даже я вам не смогла выставить у меня было столько много материала что вот у меня недавно так получилось что я перепутала видео и поставила немножечко в другом порядке но я потом исправила но общем бывает и такое настолько много было у меня материала что-то я не успела выставить или как-то не получилось такое тоже было мы были в вильнюсе и мы были в итальянском ресторане я кстати поставлю сюда немножечко фотографий из этого ресторана а и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Мне очень понравилось. Я снимала там видео, но там играла итальянская музыка, YouTube мне ее забанил. Кстати, в этот раз у меня очень много было таких вот с YouTube неприятностей. Мне очень часто обванили музыку, что-то там не нравилось. Ну, я старалась исправлять, потому как хотелось поделиться со всеми. Может быть, кто-то не видел, а кто-то, наоборот, смотрит те места, где уже был, и воспоминания какие-то хотела вызвать. Ну, в общем, я старалась. Я старалась как могла. Ну, мое мнение, что у меня все получилось. Единственное, что у меня как бы получилось, ну, кто видел, тот видел. У меня получилось, что мне нужно было убрать из видео дом, где мы жили. Но это по просьбе хозяина. Он имеет право на это, поэтому тут ничего не сделаешь. Ну, кто успел посмотреть, тот посмотрел. Кто не успел, могу сказать, что дом шикарный. Ну, и на этом, как говорится, крапочка, точечка. Вот. Ну, конечно. Вот страна Литва – это та страна, куда хочется еще раз вернуться. Вот честно вам хочу сказать, очень хочется. И вот на сегодняшний день, когда я уже все это переварила, пересмотрела, и теперь я понимаю, что мне нужно будет пройти еще, если я, конечно, попаду в Литву, ну, надеюсь, что попаду, пройти еще раз те места, где я была, и посмотреть еще какие-то новые. Кстати, огромное спасибо. Вы писали мне в комментариях, что вот там нужно еще побывать, и там нужно побывать. Спасибо большое. Я все это учту. И при следующей, конечно, своей поездке я постараюсь все это осуществить, потому что я думаю, что вы плохого не пожелаете. Очень много было комментариев, когда выходили мои видео. Видео, как я говорила, выходили с большой задержкой, потому что я целый день снимаю, снимаю, снимаю. Я понимаю, что видео, если ставить по два, по три часа, то это тяжело их смотреть, поэтому я старалась их как-то разбивать, чтобы они были там минут по 10-15, ну, иногда получались и побольше, и по 20-25 минут, ну, для того, чтобы какая-то была понятная картинка, чтобы было понятно, где мы что. Я, конечно же, благодарна своим детям, что нам устроили такую незабываемую поездку, и я так думаю, что мы еще будем об этом долго говорить и долго вспоминать, и в памяти у нас останется только приятное об этой стране, об этих людях, и что сказать, ну, у меня просто, знаете, когда я начинаю вспоминать нашу эту поездку, то у меня просто, ну, получается такое вот настроение поднимается моментально. Но еще хотела немножечко сказать по поводу вообще изначально нашей поездки. Изначально наша поездка была, мы ехали в Литву перевозчиком, нас было 8 человек в автобусике, в маленьком в усике, и 9-й водитель. Обратно мы ехали, нас было, я не знаю, наверное, более 40 человек, и, в общем-то, ну, как я сказала, что было как бы сложновато. Ну, во-первых, было много деток, детки кричали, нервничали, потому что им было жарко. У меня сзади за сиденьем сидел ребеночек, и он постоянно бил ножками мне в сиденье, что я только засну, он ба-бах-бабах, я просыпаюсь. Ну, в общем-то, я сделала вывод, что все-таки удобнее, лучше ехать маленьким бусиком. Да, маленьким бусиком мы ехали на 2 часа дольше, чем мы возвращались обратно, и чуть-чуть получалось дороже по деньгам. Но, тут очень много есть но. Ну, во-первых, маленький бусик, он не заезжал на автовокзалы, а он заезжал только на заправки. На заправках можно было спокойно купить, там было всегда чисто. На всех заправках абсолютно было чисто. Туалеты были бесплатные, тоже чистые. Можно было купить что-то, перекусить, покушать, попить, тот же кофе. Когда мы ехали обратно на большом автобусе, значит, кофе, который был в автобусе, он быстро закончился. Туалет очень неудобный. Когда останавливались на автовокзалах, там людей очень много, все это не очень чисто, не очень аккуратно. Туалеты все платные, и они довольно-таки, ну, в общем, нехорошие, могу сказать. Но это, опять-таки, это мое мнение. Может быть, у вас есть другое мнение, пишите в своих комментариях. Может быть, у вас другой опыт. У меня, я говорю так, как было у меня. Поэтому, как бы, мое такое мнение, что все-таки лучше ехать на маленьком автобусе, чем вот то, что мы ехали на большом. Ну, опять-таки, у каждого свое мнение. Что еще мне хотелось сказать по поводу поездки? По поводу поездки на границе. На границе мы стояли, когда ехали туда, дольше, чем мы ехали обратно. Ну, обычно, я не знаю, конечно, но вот как по опыту других, кто пересекал границу, все говорят, что когда пересекаешь, едешь в Евросоюз, больше проверок, больше таких вот задержек. Когда едешь обратно, то уже как-то все это побыстрее. Мы, когда ехали обратно, мы не выходили с автобуса ни на польской границе, ни на украинской границе. Мы не выходили. Просто у нас зашел пограничник, или там, не знаю, кто он, собрал паспорта, забрал, и потом нам их раздали обратно. Ну, в общем-то, как-то так вот, как бы побыстрее. Когда ехали туда, то проверяли и вещи. Но мы смотрели, когда мы ехали туда, на маленьком автобусе заезжали большие автобусы и выгружали все чемоданы. И чемоданы тоже все проверяли и в больших автобусах, и в маленьких. Ну, это граница есть граница. Тут не угадаешь, где быстро, где медленно. Это такое вот. А именно по дороге, когда ехать, то для удобства. Во-первых, удобные были сидения в маленьком бусике. Можно было свободно сесть и как-то вот, и даже полулежа. Но они настолько, очень удобные. Чего не могу сказать по удобству за большой автобус. Причем вот первый автобус, который нас вез с Литвы до Львова, он был более, как бы, старее, чем второй автобус. Ну, сидения были как-то более удобные. Этот мы, когда мы пересели в новый автобус во Львове, он более новый был, но мне меньше понравилось сидение. Ну, в общем, не очень мне понравилось, хотя очень узкие проходы. Если, допустим, подлокотник у тебя опущен, ты вообще пройти практически и боком не можешь. Ну, за счет того, что сделали более шире, как бы, сидение. Ну, в общем, мне не понравилось. Вот это мое мнение. Ну, и что еще хотела сказать? Хотела вам еще сказать по поводу своего ирпеня. У нас сейчас стоит огромная, страшная спека, жара невыносимая. И вот эти вот проблемы со светом, конечно, сейчас, наверное, тоже у нас отключат свет. Ну, когда по графику отключают свет, еще более-менее как-то мы готовы к тому, что вот отключили с и до, и ты понимаешь, что в это время там у тебя что-то как-то. А когда вот так вот внезапно там какая-то или авария, или не знаю, что там отключают, у тебя стирка только загрузилась, а тут отключили свет, и ты не понимаешь, когда его включат, и это все квасятся в машинке. Ну, в общем, как-то так. Сейчас, конечно, проблема со светом по всей Украине. Еще и такая жара. Жару нам обещают до 41 градуса, завтра, послезавтра вот где-то так. Ну, мы все это выдерживаем. Мы все это выдерживаем. Нам главное, чтобы у нас наконец-то наступил мир. Кто этого не ощущает, кто этого не пережил, никогда. Не могу я вам пожелать, чтобы у вас когда-то такое было. Не надо, чтобы кто-то еще ощущал, вот что такое война. Ну, дорогие мои, в общем-то, я с вами поделилась, так, может быть, сумбурно. Ну, могу сказать одно. Прекрасная страна. Спасибо, что мы там побывали, Всевышнему. Спасибо, что нас там хорошо встретили. Где мы не были, вот хочу сказать, где бы мы не были, везде нам улыбались. Это настолько приятно. Для украинцев, конечно, там практически музеи бесплатно, проезд бесплатно, везде висят украинские флаги. То есть, страна и народ Литвы уважают наш народ. И за это огромное спасибо. Нам очень приятно, что в такую тяжелую минуту вы нас так хорошо поддерживаете. Ну, на этом, наверное, буду заканчивать такое небольшое видео. Теперь мои видео будут выходить из нашего Ирпеня. Заходите. Я понимаю, что это не Литва уже. Вам, может быть, что-то будет интересно, может быть, что-то неинтересно. Но если будете заходить и смотреть мой Ирпеня, я его уже считаю своим, потому что мы уже третий год живем здесь, в Ирпене. Хотя мечтаю, конечно, вернуться к себе в Харьков. Мечтаю, что придет тот момент, когда мы соберем свои вещи. А вещей тут уже у нас очень много. Знаете, как вот за эти два с лишним года потихоньку обживаешься, обживаешься, обживаешься какими-то вещами. И, в общем, их все прибавляется и прибавляется. Но мечтаем вернуться. Мечтаем вернуться к себе на родину. Поэтому буду вам показывать наш Ирпень, показывать, что тут. Ну, кое-что, конечно, уже починили, что-то отремонтировали, отреставрировали, но еще очень много обгоревших домов. Как я говорю, эхо войны. Я вам все буду показывать. Наши парки, наши скверы, наши улицы, наши дома. Чтобы вы имели то же представление о моем Ирпене. Всем спасибо. Подписывайтесь, кто не подписался. Мне очень приятно. Пишите комментарии. С удовольствием читаю всех. Ну и быть добру. Продолжение следует...